На пытание ганлевать тене, у себя больше индивидуальных предпринимательников отказывают становча. Когда по стану на 12 лютого с 5 тысяч зарегистрированных ИП, один и податок заплатили только 3 тысячи человек, то про 4 дня уже 300. Зараз один и податок уплачены у 4 тысяч 300 индивидуальных предпринимательников. На Гомельском центральном рынке за прошлый месяц до работы приступили клея 170 предпринимательников, и сегодня ганлевое место заполнено не на 80%. При том, что до середины лютого практически все ролеты были зачинены, вертаются навык те, кто поспробовал ганлевать у России. Як высветлился, федеральная податковая служба, свою справу ведая, и без официйной уплаты податку можно отримать вельми значные штрафы. Что отличается проверок на очиных рынках, то и они притягиваются сгодно затверженным у минулого года планом. Зым любые жадающие може ознайомиться на сайте комитета державного контроля. Проверки позаплановые так само не отменяются, але только у выключенных выпадках. Приведу пример. Если, допустим, индивидуальный предприниматель торгует без уплаты единого налога, и мы это устанавливаем, мы выявляем такой факт, то, безусловно, назначается проверка, выписывается предписание, и индивидуальному предпринимателю, конечно, сулят и штрафы. Факт, який означают практически все индивидуальные предпринимательники, сегодня-то вельми значно возросла конкуренция. Кожный жадает пропоновать нечто оригинальное, иначе реализовать товар вельми тяжко. При этом привозить его за Россию становится все больше складанным. Предпринимательники этой краины теперь не вельми мкнутся иметь справу с беларусами. Федеральная податковая служба так само почала проверять правильность оформления документов, и не усим это сподобается. У таких умовах частка предпринимательников переориентовалась на айчинных вытворцев, але, на кольких это выгодно, открыто не каже никто. Зараз у предпринимательников айчинную легкую промысловость у вугули хвались невельми принята. Напыльно, тут есть элемент конкуренции сбоку тех, кто гандлюе импортным товаром. Але видовочна и то, что беларуская продукция часто соправды зусим нетанная, имае значные проблемы с дизайном. Хоть и тут предпринимательники знаходят в виссе. Валентина Филиппова, например, гандлюе выключено айчинным жаночным оденем. Жанчина переконанна, сегодня у покупников повинен быть выбор. Моё мнение, что покупатель должен иметь право выбора. Кто-то хочет беларусское, кто-то хочет польское, кто-то турецкое. Кто-то одевается только в беларусское, а кто-то не признаёт беларусский товар. И ещё я хочу уточнить, это не государственный беларусский товар, это частных предприятий товар. Выбор, конечно, огромный. По поводу государственного товара беларусского сказать ничего не могу. Олег Сенчуров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель».